Мы через сеть в основном связаны, мы с вами познакомились. Я писал вам, что там был знаком с отцом Глебом Японии. Там где-то не включено. О, сейчас проявится. Ого, проявилось. А там внизу надо было нажатие. Понятно. Так, говорите, что вы хотели? Да нет, просто так интересно. У вас в деревне интересная деятельность вообще. Так хотел с вами познакомиться, увидеть. Может слышать, может что-то нового расскажете мне. Да нет, если человек что-то вопрошает, тогда я могу ответить. А если ничего не задает, я зачем ему навеливаться буду? Ну конечно. По большому счету вопросов нет. Просто интересно. Сколько у вас там на селе нет? Про деревню тоже. Про деревню-то что тут говорить? Я говорю про знание пути. Если в этом направлении мы православные, вам что-то непонятно. Тут можем сказать, что в деревне все равно не разрешается никому приехать без разрешения. Так что разговора нет. Особенно зимой. Потому что там нет на станции здания. Они его сломали. В какую сторону идти не знают. Там 4 километра. Степью, околки там никто не пройдет. А встречать это очень трудно. Зимой у нас категорически запрещено, чтобы кто-то приезжал. Да у кого-то и никто не напрашивается по большому счету. Почему вы там сразу же говорите? У вас нам сразу съемка что ли идет? Да. А у вас что тут? Почему вы вышли под какой-то женщиной, под ее именем? Ну это моя будущая жена, поэтому я пользуюсь ее скайпом. Просто так скайп на ней. А вы в каком районе там находитесь примерно? Я же говорю это Украина, город Житомир. Город какой? Житомир, Житомир. Житомир? А, Житомир. Да, Житомир. Да. Вот. Понятно. Мы просто знакомы с отцом Глебом Якуниным. Мы как-то там переписывали с вами в интернете. Вот. Я смотрел там его интервью. Вот. А мы так-то вообще-то, ну, общаемся-то вот. Да и это. Да в интервью вашем услышал, что... Ну вот. Потому что как бы мы... Я вот доверяю ему как отцу, понимаете, как священнику, который прошел как бы по большому счету пострадал. Да. За Господа и Турмах. А я хотел сказать, у нас это все съемка ведется, чтобы вас это не смущало. Ну. Ну. А то некоторые начинают. Да я не знал, то другой еще не знал. То в эфир вышел, это все уже открыто. Так, Глеба Якунина... А это вы в эфир, что ли, хотите все это выпустить? Я особо не любитель такого. С Глебом Якуниным мы встречались. И самое большое интервью у меня, у него записано, это примерно 16 часов. Такое интервью. Оно у меня еще все не опубликованное лежит. И нас освободили почти одновременно. Когда он сидел, в это время я сидел, мы в Москве встречались. А вы в каких годах вообще? В 86-й. В 86-м, да. Первый раз в 80-м, потом в 86-м. Он что-то... Отец Глеб сейчас болеет? Ну, сейчас я с ним уже давно не виделся. Последний раз мы увидели, знаете, где? На Западной Украине. Туда. Там... Отец Глеб, он же как секретарь апостольской православной церкви. Там было в рукоположении епископа. Приезжал Лев Регельсон, историк. Если вы его слышали... А вот Лева Регельсона, вы его не можете найти? Я вам могу подсказать, ссылку сбросить. Он есть в Фейсбуке. Так, скажите ему, назовите меня, что его материалы я насчитывал и меня за них судили. Это трагедия русской церкви и... Ага, за эту. Так, за Лева Регельсона и за Солженицы меня судили. Так что, передайте ему наилучшие пожелания, поклон, может быть, на нас выйдет. Лев Регельсон мне не чужой, как отец Глеб. Ну, Тюру, ладно, у вас, может, есть какие-то дела, я просто хотел с вами познакомиться, не думал, что там съемка идет, а я особо не публичный человек и не любитель. Ну ладно, что, не публичный, не публичный. Раз мы вышли в эфир, это уже ясное дело, что нам не принадлежит. Мы это, ну, открыто все. И когда мы говорим, у тех органов оно все это пишется, тут ничего нет. Тут сами люди себя обманывают. Вот я не хочу. Если ты сюда вышел уже, то я хочу, не хочу, тебя уже зафиксировано. По телефону звонишь, все разговоры фиксируются. Но еще там заряжены слова, я говорю, а как это следят-то? За всеми не могут следить. Но определенные слова, допустим, берутся сто слов, например, революция, там, майдан и другие какие-то слова. Если эти слова в речи встречаются, аппаратура его высвечивает, там что-то надо проверить. У вас все опасно. КГБ не спит. Нет, сейчас не трогают, никаких нет претензий. Тогда было, да, следили. Они на этом призваны, они следили. У меня сохранились хорошие отношения, у меня вышли книги. Они приезжали за книгами, покупали у меня. Так что я их поздравлял с Рождеством, с Пасхой сегодня. Благословляли, да? Ну, чтобы Господь обратил на путь покаяния. Наша задача такая, что молитесь за врагов, за обижающих вас. Прямое повеление от Христа. Как у вас там относятся вообще на Украине к тем... Ну, как относиться, это далеко. Ну, во-первых, с Украины нам звонят, чтобы помолились. Мы участвуем в молитвах. Потому что Украина, вот я про себя скажу, для меня это никакая не страна другая. Это русский народ. Вот у меня вокруг все... Вот Володя снимает Пащенко, это Савченко. То есть вокруг все украинцы. Это одна нация. И разделили, люди не бодрствуют их. Разделят и русских. Чего на это смотреть? Украина для нас дорогая и близкая. Старомушка. Поэтому мы о ней молимся, чтобы Господь сохранил ее, чтобы вины большой не было. Потому что те, которые сейчас разжигают, которые в Европу тянут вас, они совершенно не думают, что за этим будет. Никогда. Вина русских есть, голодобор и прочее. Я в прошлом году был на Украине, мы проехали. В общей сложности там несколько десятков городов и сел проехали. Я в каждом центре города, районные центры дарю свои книги. По 38 книг. Это мои книги, которые у меня вышли. Это Одесса, Николаевск, Харьков, Киев. То есть во всех национальных библиотеках мои книги находятся. Я просто дарю их. Я знаю их ценность. Люди, которые сегодня еще не знают. Там вот ответ дается на 4124 вопроса. Вас интересует вопрос вот этой смуты. Там все это отмечено. Вы отца Глеба когда увидите? Да вот когда я его увижу. Я сейчас не в Москве. Я живу в Москве. Ну если он встретится, вы от меня ему подойдите. Скажи, от Латкина Игнатий, низкий вам поклон. Ну если встречу, обязательно. У меня в книге, мы стоим с ним. Там Попков был такой, мы у него на дому сфотографировались. Он как раз в этот день шел к президенту США, который был в Москве. Отец Глеб удивительный человек. Он исповедник Божий. А с ним поступает несправедливо. Но он выдержит, он очень мужественный. Вот Николая Шлемана нету. Это один остался такой. Один. На всю страну. Около двадцати лет с метлой проходил его. Над ним издевались, священнослужителем все. Я его просто знаю, его биографию и с ним много беседовал. Он мне очень близок. Духом. Духи. Духовным. Перед самой поездкой в США, я у него был. Мы беседовали долго. Там был отец Дмитрий Дудко, тогда еще очень знаменитый такой. Ну они говорили, он знал. Зоя Крахмаликова, тоже диссидент. Они много потерпели, сидели. Зоя Крахмаликова, я читал их книги. Да, отец Глеб Икунин, это исповедник Христов. Те, которые нападают на него, они безразмерно грешат. Отец Глеб Икунин недосягаем для всех. Ты можешь быть хорошим, ты можешь быть мудрым. Но ты исповедником не можешь, тебя не годят. А он сколько претерпел в якутских лагерях. Мы должны оценить таких людей, чтобы мы были их современниками. Могли им задавать вопросы. Это очень мужественный человек. Очень здравомыслящий. А на него нападали, когда он в Думе был, там крест с него срывали и прочее. Последнее время я смотрел на него, он за столом сидит и вот так вот руку поворачивает. Она вот не движется. Видно, что она скрючена вот так, и он ее перетягивает к себе. Что с ним, я не знаю. Я видел уже, ну, опуху на руке даже. Отцу Глеба Икунину от меня всегда низкий поклон. Ладненько, был раз с вами познакомиться. Я смотрю, вы немножко прихворали, выздоравливаете. Да, это третий день уже, я шмыркаю. Это, ну, очищение, очищение. Ну, это какая болезнь, это эпидемия идет по городу. Спасибо. Ну, укрепление вам. Спаси Христос. И выздоравливайте. Давайте. Ну, что, тогда если ничего нету, то... Ладно, но если у вас будут вопросы, тогда можно будет. Ладно. Вот так. Слава Христу.